привет друзья это александр Шеметихин из спортаек тв и сегодня мы с павлом брусницыным продолжаем обзор велосипедов merida 2021 года и сегодня расскажем вам о модели reacta 7000 е как раз таки кто-то просил да это электроника здесь есть свои дополнительные моменты и нюансы и вот попросим пашу чтобы он нам об этом рассказал здесь используется точно такая же платформа какая используется на велосипедах 654 тысячи но реакта до реакта с 8000 но уже появляются изменения в раме но именно в плане материала только то есть геометрические и технологически она точно такая же поэтому сегодня как и 6000 мы разберем просто комплектацию без без особенностей каких-то дополнительных ну мы их уже разобрали в ролике про обновленную линейку ключевая особенность этого велосипеда это электронное оборудование 2 которая здесь стоит соответственно в стоке в чем в данном случае вообще плюс электроники как ну вот мне видится это возможность кастомизации управления под свои какие-то нужды и особенности задачи на имея электронику вы можете спокойно к пистолетам подключить дополнительные кнопки хотите вот за из-за верхних вас чтобы как это как с хлебом едешь переключаться на прямо вот здесь можно там мы не кто-то их под обмотку мотает тут из-под обмотки вот все делают по-разному можно поставить спринтовские кнопки вот сюда соответственно из тоже из под обмотки не торчат такие немножко то есть можно налепить как бы куда угодно без проблем соответственно оборудование это настраивается как через приложение так и через напрямую от провода через компьютер можно задать режим переключения как что будет работать соответственно если у вас гармин либо на любой другой компьютер который видит датчик shimano по bluetooth вы можете также вывести соотношения какие у вас используются соотношения просто глядя на экран какая вплоть до того даже какая сзади стоит звезда но для этого нам только нужно ввести будут параметры кассеты ну систему тогда там появится по зубности даже расчет это приятное дополнение приятный скажем так информационный сервис для кого-то будет ну считаю что хорошая возможность и это все позволяет сделать именно электронная электроника и это ее основной плюс основе наверное минус это стоимость конечно же и доступность компонентов на данный момент в случае ремонта ну падение допустим еще что-то выход из строя найти проблематично то есть на реген при перевозке перевозки да найти действительно сейчас с услов с нашими реалиями и ценовыми и с политикой российского дистрибьютора проблематично что то есть но не все ну как что-то нот и она навернул переключатель это мне нужен именно такое его может не быть в этом конечно минусом основе но имейте ввиду в общем просто это технических минусов как таковых в электронике нет все прекрасно работает все четенько переключается своевременно но если грамма если весь и все настроено опять же все смещение выведены соответствующим образом все отрегулировано работает все прекрасно пошел вот вопрос часто очень часто задают насколько хватает зарядки чтобы вот такого не было что поехал на тренировку и все батарея сдохла и на одной передаче надо как бы уже доезжать честно говоря не помню сколько заявляет по официальным данным производитель новому опыту но по моему опыту но не неделю ездить спокойно можете как правило она сигнализирует о том что разряжена индикаторами начинает красным за сколько километров начиная до конца ну за 100 километров уже точно узнаете что он садится да сначала вас откажет по моему передний переключатель потом начнет отказывает за не то есть она постепенно отключается так что раз и все не работает то что дает возможность все равно доехать ну и потом просто у вас велосипед сингл спит превратится из кареты в тыкву и все то есть это все можно заметить есть индикаторы и как бы сюда но это это не телефон его каждый не нужно заряжать там заряда реально хватает надолго то есть не это не какая-то вот кстати один из главных расходников батарея которая здесь находится в подседеле с ними почему-то проблемы в плане доступности хотя вещь ходовая расходник тоже случается разное у кого-то даже их изымают в аэропорту если они велосипеде такое случается тоже но в целом как правило люди сталкиваются с тем что они выходят из строя с течением времени поэтому батареи должны быть в запасе наличие следующая отличительная особенность от предыдущих велосипедов этой линейки это колеса здесь поставили dtswiss и 1800 но как по мне разница между тем же фулкрумом не принципиальная нет нет какой-то тут вау там эффекта какой-то супер новизны это алюминиевые низкопрофильные колеса 35 профиль и еще на по-моему не на храповике не если не ошибаюсь да они на обычных собачках просто у dtswiss несколько систем зацепления они еще даже на собачках то есть это dtswiss базовые колеса оси так можно сказать резина такая же как наш тысяч нам уже grand sport то есть тоже отличается от тех покрышу что стоят на четырех и на пятитысячном но тоже еще не под без камер нет еще не под без камерку колеса здесь тоже бескамерная но опять же предполагается что резина поменяется устраивается без камерный комплект и это все будет эксплуатироваться соответственно так как нужно без камерка вот прошу по сути как раз сейчас насколько все таки вот и сейчас катаешься на без камерки давно и то есть насколько оправдана и но есть ли смысл переходить на без камерку ну как объяснить это то что называется не попробуешь не узнаешь вот вот и просто они по-другому едут колеса это это не объяснить это не объяснить как-то вот там тоже технически но по-другому просто лучше конечно лучше конечно лучше но простой пример я ехал тренировку даже вот даже с точки зрения какой-то не знаю аварийности я отъехал тренировку и на трассе вы просто из-под из-под камаза вылетел камень ну такой приличный и не отдунуло ветром немножко на него я попал передним колесом и пробил покрышку по типу змеиный укус ну я думаю кто пробивал камеру представь что такое два отверстия то есть с одной стороны камень с другой оба ты покрышку закусила просто но у меня получился пробойка раз где-то вот со стороны боковины из и второе место самое подло это около шнура бортировочного она травила но я смог доехать то есть я подкачивался постоянно герметик сработал закрыл вот герметик кстати говоря в шоссе лучше использовать сорбентом чтобы при высоком давлении лучше соответственно проколы и такие вот всякие повреждения абсорбивость то есть я доехал но подкачивался но я доехал то есть я не не вызывал такси либо там разберите меня я доехал то есть даже в этом плане это плюс конечно их и бывают ситуации когда ну там на стекло наехали и разрезали но то это тоже это как повезет вы же и на камере может также доехать и будете камеру потом вставлять новую то есть ничего не меняется другое второе ощутимый плюс это все-таки как она едет по грубому покрытию по плохому асфальту по раздолбанному асфальту это совершенно другой другие колеса не себя по-другому ведут у них они они там ощутимо лучше едут даже если поставить людей кто будет рядом ехать на камерах ну немножко все равно будешь выкатывать по-другому сцепление лучше комфорта сам по себе накат за счет того что используются и давление пониже безопасно можно использовать давление ниже то есть там не 8 атмосфер качают ну в среднем качают зависимости опять же от от толщины вы используя 28 30 32 качает от 7 до 5 атмосфер по разному то есть небольшое давление по сути вот и тут к вопросу о том что люди не совсем понимают вот циклокроссовый это велосипед или шоссе так вот я щас доходчиво объясню что например вообще тенденцию на увеличение зазоров и ширины покрышек задают профессиональные гонки профессиональных гонках повторюсь бывают не только гладкий асфальт его там вообще гладкого то как бы не очень много а бывают участки с раздолбанными дорогами бывают прямо не просто участки а прям целые секции по несколько километров гравийки грунтовки и брусчатки ну кто интересуется тот знает опять же ну за эти как бы гонки и все-таки велосипеды даже любительского уровня они все равно выпускаются и разрабатываются с неким схожесть с некой схожесть на профессиональном оборудовании потому что они в топовых велосипедах используются все самое лучшее предполагается используя всего самого лучшего и это масштабируется соответственно дальше по моделям поэтому я здесь не вижу никакого сходства с кроссовым велосипедом за исключением может быть арок вот этих ну то есть зазоров но зазор это нужно чтобы резину поставить шире допустим 30 но тоже прикольно то есть она вообще 32 здесь тоже стоит да да встанет но в зависимости опять же от того какие будут колеса объясню почему внутренняя ширина обода тоже регламентирует тот момент именно какой ширины фактически у вас будет покрышка вот моя например 25 коньте по факту имеет размер 26 половины но я уже про это говорил в каком-то из видео то есть тут надо смотреть ну 30 безопасно 100 пулов лезет прям без проблем бескамерно то есть основной плюс у нас это накат накат опять же в условиях нашего асфальта наших дорог я более чем уверен что у нас не по паркету катаются и асфальт у нас такой примут укатанные гладкие это местами он есть конечно его много но и много мест где хотелось бы дополнительного комфорта и опять же скорости потому что на адекватном давлении на оптимальном и проверьте это быстрее вас вытряхивает даже меньше вот и все это просто это это просто будущее даже профессионалы этот тур фландрии в этом году выиграли на клинчерах не на трубках уже на бескамерках то есть пожалуйста вот вам как бы в про туре уже все ездят и так и так в зависимости от того где им придется ездить и просто люди боятся потому что они не знают как с этим работать а вот блин а чё я буду там как возиться как ставить как вообще там вот сломаюсь там чем менять до никаких проблем если если интересно можем даже видео заснять как это все ставится ну да так ставится также как на горный велосипед даже проще там компрессор не нужно здесь покрышка настолько плотно садится что я нарушил насоса можешь просто воткнуть и все рекомендуешь в общем конечно для чего это придумано ну да что еще бы тут интересно об этой модели мог сказать ну в общем то мы пробежались по всем особенностям и всем интересным моментом а еще предыдущем видео по 6000 я говорил про соответствие с ростовкой вот здесь вообще 165 шатуны стоят на ростовке xs обратите внимание из подразумевается что будет нельзя человеку и небольшого роста ну то есть сто процентов небольшого ну вот а просто встречаются и 170 шатуны у некоторых производителей это уже на их усмотрения ну опять же когда человек разбирающийся берет этот велосипед под себя разбирающийся квалифицированный компетентные он конечно же знаю что ему нужно и не факт что конечно ему 165 зайдут что шатуны на высоком уровне вовлечения в процесс и вы на высоком уровне подготовки тоже имеет значение большое значение ну да так хорошо ну что паша спасибо тебе за информацию друзья вот такая модель реакта 7000 е надо здесь и да да сейчас мы ее еще взвесим друзья тест на вес мире до реакта 7000 е на наших весах показывает 8 360 у производителя заявлено 8 140 все-таки 200 грамм где-то затерялась но это xs при том что дорого меньше той что взвешивается по дефолту взвешиваться обычная не стандартно но ну вот друзья вот такой вес ну что это у нас был обзор на merida reacta 7000 е спасибо паше спасибо вам за внимание если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях если было видео полезно ставьте лайки всем пока счастливо